Меня зовут Тамчуканна, я с вами сейчас отключила скайп, уже даже вышла полностью из своей записи, и тем не менее, все равно я почему-то не могу с вами видеться. Хорошо, меня зовут Тамчуканна, я из города Бреста, нас разделяет сейчас с вами очень большое расстояние, и вот обожаю век, 21 век, век вот этих IT-технологий, потому что нажатием одной клавиши, ну, пускай вы меня не видите, ладно, но вы меня прекрасно слышите, я знаю точно, чтобы мне добраться до вас сейчас в город Витебск, я, по идее, в 5 часов должна была еще сесть в поезд, или в 18 часов я бы ехала к вам, а здесь, смотрите, нажали, и мы уже с вами здесь на связи, мы с вами здесь вот и сейчас и работаем. Я индивидуальный предприниматель, немножечко с вами давайте познакомимся, немножко тише, так, я сделаю, хорошо, я сделаю тише, вы тоже можете у себя сделать потише, если очень громко. Я индивидуальный предприниматель, работаю я в компании Reflame уже более 10 лет, у меня достаточно большая команда, но, наверное, немножко так хочется еще сказать про команду чуть позже, да, вот более 10 лет. Кому-то, может быть, показаться это очень большой срок работы, для кого-то это может показаться совсем небольшой срок работы, мы с вами обсудим это немножечко позже, но тоже вот сейчас немножко сбилась с этим видео, забыла еще, хотела вот что сказать вам. Дело в том, что, когда меня Денис сегодня пригласил к вам на вебинар, я вообще расцениваю это как знак очень большого уважения, потому что с вашими спонсорами я знакома очень давно, познакомились мы с Леной и с Денисом, когда я летела на золотую конференцию на Канарские острова, именно там мы познакомились с Леной и, в принципе, на протяжении многих вот этих лет, почти 9 лет, мы общаемся, и я ценю их не только как лидеров в бизнесе, как очень высокого уровня, их информацию расцениваю, лидерскую позицию, у нас очень схожи видения этого бизнеса, но и за то, что мы еще и в жизни общаемся, дружим, можно так сказать, да, и можем обратиться друг к другу за помощью. И вам действительно повезло, что ваши спонсоры такого высокого уровня еще и не только лидеры в бизнесе, они прекрасная супружеская пара, наблюдаю за ними, всегда восхищаюсь их семейными отношениями, потрясающе красивые ребята, и я действительно рада быть сегодня вместе с вами и немножечко промотивировать, да, рассказать и, возможно, чем-то помочь в этом бизнесе для вас. И сегодня я, я сразу скажу, я не теоретик, я практик, не люблю делать слайды, поэтому сегодня там ничего вы такого не увидите, и вообще моя рекомендация, всегда говорю и повторяю многих лидеров, что, в принципе, когда вы видите слайды, либо вы видите лидера, не рекомендую записывать вам мои слова, да, или переписывать слайды, сохранять слайды, просить эти слайды. Вообще, самым правильным моментом, наверное, для того, чтобы была сегодня работа, а не просто послушали, наверное, правильнее всего, это записывать те мысли, те ощущения и те идеи для вашего бизнеса, которые будут приходить к вам в голову, пока я буду рассказывать вам о своей работе, немножечко о себе. Договорились? Поэтому рекомендую взять тетрадки, там карандаши, блокноты, ручки, и если вам придет какая-то идея в голову, что вы захотите внедрить, например, в свой бизнес, либо просто какая-то мысль вам будет по душе, записывайте именно ее. Но прежде чем в работе что-либо предпринять, изменить в себе, безусловно, обязательно нужно обратиться сначала к вашему спонсору, поговорить с вашим спонсором, что вам близко стало, что захотелось. Не нужно менять систему, если вы услышите, что вы делаете что-то не так. Договорились? Я прошу вас тоже, давайте мне обратную связь, потому что одно дело просто с компьютером говорить, а на сегодняшний момент я даже саму себя не вижу, поэтому просто сижу разговариваю. Мне очень важно, чтобы вы в чате здесь давали мне понять о том, что вы меня слышите, видите, ок, хорошо, все здорово. Итак, давайте мы с вами стартанем. Еще раз представлюсь, меня зовут Танчук Анна, старший золотой директор, это моя самая высокая квалификация в этом бизнесе, я индивидуальный предприниматель, команда у меня достаточно хорошая, на мой взгляд, у меня в команде есть золотой директор, старшие директора, это то, что я успела насчитать, пять директоров, конечно, кто-то просил, кто-то есть, кто-то выбыл, кто-то подрастает. Вот сапфировый директор без пару каталогов, закрывается новый сапфировый директор у меня во втором поколении. Я очень горжусь своей командой, это действительно хорошие ребята, не только в бизнесе лидеры, они еще действительно очень хорошие друзья по жизни, партнеры, всегда поддержат, и поэтому мы действительно, и я знаю вашу команду, вы можете тоже, я с четкой уверенностью называю своих партнеров, что это мои друзья, товарищи, партнеры в бизнесе. Мне очень нравится, потому что они действительно самостоятельные, с такой жизненной позицией, мы все видим этот бизнес одинаково, и я очень ей горжусь своей командой. Ну, неплохой доход, я считаю, что для моего уровня, да, этот доход я имею только благодаря тому, что я не просто старший золотой директор, да, а я этот доход имею, потому что я в какой-то определенный момент в своей жизни подумала о том, что очень эгоистично зарабатывать самостоятельно деньги в этом бизнесе и эгоистично иметь команду просто из директоров. Поэтому на сегодняшний момент цель моя, очень большая цель, и именно оттуда идут хорошие финансы, это не только первое поколение, это не только выращивание новых лидеров, но это еще и сделать так, чтобы моя команда была, как говорят сейчас, драгоценная, да, это золотые, бриллиантовые, сапфировые директора, и к этому мы сейчас идем и стремимся. Ну, когда-то я была в топ-30, входила, сейчас немножечко поменьше, но о чем это говорит? О том, что, Анют, не сиди на месте, работай, ты должна идти вперед, обрати внимание, что кто-то сейчас работает лучше, возможно, чем ты, либо умнее, эффективнее, чем ты. Ну, на самом деле, рейтинги меня сильно не цепляют, поэтому, тем не менее, визитную карточку я для вас сделала. Итак, давайте, ой, извиняюсь, перещеркнула. Сейчас, 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 сейчас. Давайте мы с вами немножко познакомимся дальше. Это моя семья, я замужем, мне 34 года, я мама двоих детей, доченьке моей недавно исполнилось Александре 3 года, а сыну моему 9 лет. Это мое богатство, которое я приобрела тоже в компании Арифлейм, если умею считать, да, я этим очень сильно горжусь, потому что я не просто считаю себя лидером в бизнесе, не просто успешным человеком, я считаю, что я состоялась еще и как мама, и у меня прекрасный супруг, супруг у меня тоже в бизнесе, он не мой плюс, мы не на семейном номере, у него сейчас уровень 18% в команде, он самостоятельно работает, я ему немножечко помогаю, но мы на самом деле не только муж и жена, да, партнеры в жизни, мы еще и партнеры в бизнесе. Сейчас я хочу немножечко рассказать о том, кем я была вообще до Арифлейм, да, как говорят часто, жизнь до Арифлейма и после Арифлейма, у меня, в принципе, до жизни Арифлейм-то и не было, потому что я была тогда студенткой, заочно училась, я на тот момент сразу после практики, после окончания у меня два образования, одно у меня техническое, второе высшее образование, но высшее уже было заочно, уже заработано в Арифлейм, поэтому я сегодня, я прошла все в компании, то есть я была и студенткой, и мамой в декретном, да, поэтому сейчас там сложно разговаривать и убедить меня в том, что я на сессии, либо я там, у меня маленький ребенок, то, что я все это испытала на себе, ну, до, можно сказать, жизни в Арифлейм, я работала на почте, была оператором связи, сразу после практики меня оставили работать в этом почтовом отделении, и здесь я тоже добилась больших успехов, потому что всего лишь за два года работы на государственной работе, да, я повысила самую высокую квалификацию, я доросла до заведующей, да, это заместитель директора, заместитель начальника почтового отделения, очень этим гордилась, делала все, меня так научили родители быть максималистами, потому что я, в принципе, из, скажем так, в принципе, средней семьи, но родители у меня работали на двух монополистических в Бресте здесь организациях, это Беларусьбанк и Гефесттехникум, за парад больше вам будет знакома, они все у меня были в высокой должности, поэтому многие очень удивлялись, до сих пор удивляются, как это я работаю в Арифлейм, да, при таких родителях, но я считаю, что я росла в средней семье, потому что ничего позволить большего мы не могли, как поездку в деревню, там, на какое-то озеро, то есть это обычная семья, в шики, в шоколаде я никогда не жила, и поэтому после практики, когда мне исполнилось 18 лет, я пошла работать на почту, на тот момент мой будущий, на тот момент парень, да, будущий супруг, на тот момент парень, он ушел служить в армию, поэтому меня быстро определили работать, там я добилась достаточно больших результатов, но все очень быстро поменялось, когда поменялось просто руководство свыше, да, и вот тогда стали появляться вопросы, и самым аргументом, скажем таким вопросом в том, чтобы мне не давать дальше, наверное, двигаться, это был мой возраст, потому что работать я начала с 20 лет, с 18, но вот в 20 лет, когда все это пришло, уже более осознание жизни, я стала задавать немножечко больше вопросов, стремиться немножечко дальше, и вот как только моя голова немножечко вылезла, да, с чего-то, я стала всем опасной, с опасностью, появилась опасность у высшего руководства, и когда оно поменялось, самым большим аргументом, почему я должна опять вернуться с того, с чего начала, это сесть на кассу, это был мой возраст, это было то, что у меня, в принципе, еще вся жизнь впереди, это мои будущие дети, то есть меня вызвали просто на ковер и сказали о том, что ты слишком молодая, у нас есть немножечко постарше люди, которые больше работали, больше смогли, больше могут, и им, в принципе, по возрасту уже положено, ты молодая, у тебя все впереди, давай-ка ты еще немножечко побудешь, ну, на кассе посидишь, и вообще, вот, аргументом был таким, говорит, вот, Аня, представь, придет какой-нибудь дядька на почту, там, ругаться, а здесь вызывают, это молоденькая девушка, ну, это же несерьезно, тем более у нас второе отделение связи здесь по городу Брест, это масштабное мнение там, ты тут бы еще пока посиди. Знаете, вот этими словами я ушла, ушла домой, и очень благодарна своей маме, потому что именно в тот момент, когда, возможно, она вообще не осознавала, что говорить, либо там после работы она на кухне что-то готовила, я пришла с работы, я пришла к маме, села, и вот, просто поникшей головой, говорю, мама, неужели так будет и дальше? Ну, я же так старалась, я же все могу, я же все умею, ну, почему я сейчас должна опять начать сначала? И мама, даже ко мне не поворачиваясь, занимаясь своими делами, просто сказала такую фразу, вообще наша жизнь состоит из вот этих вот фраз, которые меняют наши мысли, которые за одну ночь, да, можно там, невозможно изменить жизнь, но за одну ночь можно просто поменять мысль, которая изменит всю твою жизнь. И мама мне вот эту мысль вложила, она сказала, говорит, Аня, говорит, а что ты плачешь, так все живут, и я через это прошла, и там, ну, это нормально, и вот это нормально, оно просто проникло, как потом, понимаете, или как холодом, как угодно во мне вошло, просто взбудоражило, и я понимаю, что если мне 20 лет воспринимать это, что это норма, а что будет дальше, а кто дает гарантии того, что я буду стараться, что я буду учиться, что я закончу университет, и в моей жизни что-то будет меняться. Одним просто взглядом другого человека моя жизнь в рабочем, да, в государственной работе просто пошла под откос. Недавно увидела очень интересную где-то фразу, может быть, мне ее просто кто-то скинул, Ребят, если вы совсем не хотите ходить на работу, или там вам тяжело, немножечко не беспокойтесь, возможно, через полгода у вас работы вообще не будет, потерпите. Ну, мне это очень не понравилось, потому что многие вот так вот надеются действительно на то, что их ждет впереди, а в итоге просто кто-то один решает, что вы еще молоды, либо вы недостойны, либо у вас стаж, либо у вас дети, либо муж, и так далее. Как я познакомилась с Reflame? Ну, именно там, на почте, я думаю, что мне так нужно было оказаться, пройти через это все, потому что именно на почту пришли мои спонсоры. Я очень горжусь своими спонсорами, я у них первое поколение, именно Дарья зашла на эту почту для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. Сами мои спонсоры, вы все прекрасно знаете, они из города Минск, приехали в Брест попробовать этот бизнес развивать. Говорят, что многие приезжали, не получалось, и вот Дарья пришла за съемную квартиру оплатить на коммунальные услуги и в подарок оставила мне каталог. Не могу сказать, что я раньше не видела каталог Reflame, да, он мне много подробно занимался, показывала, как и было тогда, я говорила, распространяли, я что-то покупала, что-то не покупала. В принципе, признаться честно, денег, конечно, не было. И еще 10 лет назад, если кто-то думает, что всем повезло, кто там 10 лет назад работал, ребят, так же раньше найти, 10 лет назад найти человека, у которого есть доллары вообще в кармане, было очень сложно, поверьте, поэтому эта косметика была достаточно дорогой, и не так просто было найти клиентов. Мы в 10 раз больше искали, нежели сейчас, каждому второму показал, ну хоть мылка, но он показал. Согласитесь, кто уже давно в бизнесе, что это так. И вы знаете, почему я купила, почему мне захотелось сделать заказ? Мне просто безумно понравилась Даша. Ну, вы знаете, когда ты сидишь на одном и том же рабочем месте, как правило, приходят одни и те же люди, и когда заходят, как говорят, чужак, ты его как бы замечаешь сразу. Дарья была очень вежливой, Даша была очень красиво накрашена, ухоженной. Она была не только, да, они и сейчас какие-то не такие, да, как все. Она безумно мне запомнилась. И когда она еще и в подарок подарила мне каталог, ну, мне прям действительно захотелось сделать заказ. Просто у этой девушки сделать заказ. Не у подружки, не у соседка, а именно у этой девушки. Мне немножечко, мне много чего хотелось, но позволила я тебе только бальзам для губ. Так как я была девушкой с сангейцами, мне казалось, ну, как-то бальзам для губ Алоэ за 0,99 центов, наверное, как-то будет не так. И я, знаете, что я сделала? Я показала каталог своим будущим, когда Святове, маме. Я думала, они сейчас сделают заказ, и Даша подумает, что это все мое. Даша, конечно, разбираясь в косметике, поняла, что корректирующие средства для тела и крема для век, ну, наверное, для 20-летней девушки, что-то не то. Поэтому, в принципе, быстро предложила мне сообразить, что я показывала каталог, и она предложила мне регистрацию, на что я, конечно, сказала нет. Почему нет? Потому что тогда у меня карьерный рост шел в гору, мне казалось, что это все так хорошо будет и дальше, и я прям вот чуть ли не масло на хлеб намазываю, покупая этот каталог. Но когда я познакомилась с Дашей, которая пришла 10 лет назад с мобильным телефоном ко мне, вот тогда у меня вообще появилась мысль, что что-то здесь не так, что-то мне не складывается. Моя подружка, бегающая с каталогом, вечно ночью, что она ничего не зарабатывает. И здесь человек, который пришел, показал каталог, и он просто выглядит обалденно. И мало того, она еще сказала мне, что они через неделю вылетают на золотую конференцию, это была тогда Греция, по-моему, Греция была, и я вот не складывается, у меня что-то, я стала задавать вопросы. И опять-таки из моей истории я просто хочу сделать такой для вас вывод, особенно для тех, кто только недавно присутился в рефлэн, ведь я очень много возражала. Я говорила нет, я говорила, что это надо бегать, надо что-то показывать, это не для меня. И как здорово, что Даша работала с этими возражениями, она не соглашалась, она не понимающей на меня смотрела, она не молчала, она на каждое мое возражение отвечала грамотно. Вы все уверенно знаете, проходили эти школы. Отвечала грамотно, она объясняла мне. Я, может быть, не все унимала, но тем не менее я согласилась на регистрацию, потому что меня зацепила не только информация о бизнесе, меня зацепила именно свобода, свобода, что мне никого не надо слушаться, мне не нужны эти начальники, которые не понимающие. У меня очень сильно на тот момент больной вопрос был, что здесь нет потолка, и никто мне не скажет, до какого, да, как в книге «Парейте вместе с орлами Билла Ньюмана», ни один индук не говорит о руне, насколько высоко ему нужно взлететь, да, и наоборот, ни один орел не спрашивает о индука, насколько высоко ему нужно взлететь. Поэтому именно за этими людьми я пошла в бизнес, и именно эти люди пригласили меня уже через 3 месяца работать в компании «Реплайн» на семинар обучающий. И, конечно, я не согласилась тоже и туда сразу, и опять-таки благодарна своим спонсорам за то, что они обработали это возражение. Почему я согласилась, конечно, на свой первый семинар? Потому что я никуда не ездила, и потому что у меня новое платье, поэтому я как бы были его. Таким образом, я оказалась в Минске на семинаре, где я увидела потрясающую атмосферу, точнее, я ее прочувствовала, потрясающую атмосферу. Я настолько воодушевилась, я понимала, что эти люди какие-то не такие, но они мне нравятся. И я сейчас до сих пор так определяю себя в команде новичков, я их так, скажем, прощупываю, я их моментально отправляю на какой-то семинар, делаю сама какие-то большие мотивационные встречи, для того, чтобы именно там посмотреть, как ведет себя новичок. Он может ничего не понимать, но он должен вставать вместе со всеми, у него должна быть улыбка, он должен хлопать, ему должно это нравиться. И вот тогда это наш человек. Я думаю, что вы тоже так делаете, понимаете, о чем я сейчас говорю. Вот именно на том семинаре, кстати, я была там одна, когда приветствуют города, да, поднимается Гомель, Брест, Витебск и так далее, мы с вами все, и я уверена, наверное, вы был, возможно, кто-то из вас был тогда на том же семинаре, когда представляли город Брест, я же думала, я сейчас тут встану, а тут, получается, я встаю одна, я моментально села, потому что я испугалась, так получилось, что из Бреста никого не засекли, но в тот момент у меня появились очень правильные мысли в голове. А что могу я вообще в этой жизни, а что я могу для себя сделать? Там выступала Лилия Ковалевская, Ира Иванова, сейчас у них очень высокие звания, тогда их поздравляли с золотом, с орфиром. Я приехала на сумку с душевленным человеком, я вообще не помню, как я ехала домой. Вот с того момента я не помню вообще жизни, которая происходила вокруг меня по бытовухе, я помню только о Риклэн, потому что каждый день в моих мыслях было, а что могу я, как я могу сделать этот бизнес, и куда я могу вообще в своей жизни прийти, и как я вообще могу, чего я вообще сама-то могу, а не руководствуясь кем-то. И первое, что я услышала на этом семинаре, я могу мечтать. Согласитесь, многим нам читают сказки, в детстве, потом мы подрастаем, нам говорят не твое, не про тебя. Это у других, я точно такая же, как и все вы, поэтому, пожалуйста, дайте обратную связь, я вообще сама с тобой или вместе с вами, кто-нибудь что-нибудь поставьте, кто умеет мечтать, согласитесь со мной, вот там родилась вообще мечта, изменить свою жизнь, изменить ее по-другому, и почему бы не Сариклэн, почему обязательно идти по тому стандарту, который навязывают, либо просто из-за родословной выходит, да, к тебе. Это просто сломать вот этот вот, как правильно, рот, да, государственных работников, а почему бы не начать рот индивидуальных предпринимателей, людей, которые более свободны не только в жизни и во времени, не только в финансах, да, а, наверное, самое главное, это свобода просто внутри себя, в мыслях, не быть зомбированным, когда я слышу, мне говорят, что вы там все зомбированные, я говорю, слушайте, меня тут раззомбировали наоборот, потому что именно если я не хочу, но встаю в 8 или там в 6 утра, вопрос, почему ты это делаешь, если ты не хочешь и встаешь, если я не хочу кушать в 2 до 3, а хочу, например, в 12, почему вы говорите, что я зомбированная, да, я как раз таки живу, как я хочу, и вот именно на таких семинарах, на таких мероприятиях, да, нас раззомбировали, мы стали неудобны, и это действительно так, потому что уже через там месяца 3-4, работая в Арифлейме, работая еще на государственной работе, я стала замечать, что, а, Аня, ты тут что-то делаешь не так еще, а ты не соглашаешься, а у тебя вообще голос появился, и, конечно же, еще больше опасность, которая, в принципе, к чему привела, вы сами понимаете, немножко ускорюсь, потому что хочется вовремя закончить вебинар, я могу мечтать, это действительно так, мечта это дело, способом, которым вы готовы стать, но не только финансовым, а в первую очередь, наверное, в действиях, в мыслях своих, так случилось, что, чтобы долго не рассказывать, так случилось, что моей команде в городе Брест, при открытии официальной, на территории Республики Беларусь, сервисного центра, то есть официальной компании Арифлейм, так получилось, что моей команде просто негде было обслуживаться, я с 3% являюсь менеджером СПО, сама, когда говорю, не понимаю вообще, как я на это решилась, это, наверное, ответственность, за питание моих родителей, ответственность за мою команду, меня привело к тому, что я занималась доставкой товара, через очень многие вещи прошла, и, в принципе, чуть не потеряла мужа, потому что все это было на дому, когда компания Арифлейм открылась официально, и в течение месяца меня чужая структура попросила уйти с офиса, и, в принципе, все, что я наработала, оказалось на улице, то есть в моей команде было негде обслуживаться, и очень большим толчком в моем бизнесе это было на уровне тогда 18%, я приехала тогда домой, вся в слезах, вся в плях, говорю, Коля, это мой супруг, я говорю, Коля, что-то надо делать, мне попросили уйти с офиса, на тот момент я очень активно развивалась, наверное, была неудобной, да, для кого-то, и я говорю, что делать, и вот на тот момент я вообще только-только купила автомобиль, свой первый автомобиль, вы видите, вот это Volkswagen J, это было с 84-го года, нам на свадьбу, мы, я только вышла замуж, нам тогда подарили на свадьбу гараж, и подарили какую-то сумму денег, которую мы, в принципе, собирались потратить на квартиру, которую хоть на начальный капитал купить, мы собирали, мы двигались вперед, работали, и на тот момент мы приняли с мужем такое решение, что мы продаем гараж, мы берем все деньги, которые у нас есть, мы берем автомобиль, мы продаем его тоже, для того, чтобы в городе Дресе открыть свой собственный офис, я поддержала моя команда, которая очень большая умничка, и тогда мне тогда очень понравилось, я очень испугалась, я боялась, а как же я справлюсь ли я, а как это будет, ведь я никогда в жизни не арендовала ничего, никогда ничего не снимала, тогда, ну, чтобы серьезно, это же нужно сделать ремонт, купить аппаратуру, факты, компьютеры, это же вообще целая система, мне тогда сказали о том, что, вот Анна, когда птичка сидит на ветке, она не верит в то, что ветка ее выдержит, она верит в свои собственные крылья, поэтому, что бы ни случилось, как-нибудь вы должны верить и идти вперед, и вы знаете, я вам сто процентов говорю о том, что надо верить в свою мечту, потому что у нее есть такая особенность, она может сбываться, когда я все это осуществила и открыла свой собственный офис с компьютерами, с хорошим ремонтом, с факсами, с красивыми стульями, вы знаете, действительно, вот в тот момент вообще бизнес просто взорвался, за все нужно заплатить, если вы чего-то еще не имеете, я не говорю сейчас про финансы, а про вот эту решительность, у меня до сих пор в моей жизни так и происходит, что именно в момент, то, что вы видите успех какого-то лидера, это не то, что он сейчас сделал, это те мысли, которые просто вселенная услышала, она ему перед этим дала очень большой либо пинок, либо толчок, ну в плане какого-то негатива, скорее всего, да, как говорят, Бог заворачивает подарки в препятствие, вот скорее всего, было несколько там, может быть, полгода назад, месяц назад, у кого-то год назад, какое-то там препятствие, через которое он просто прошел, и потом после этого начинаются подарки, вот так в моем бизнесе получилось, когда мы открыли свой офис, когда я осталась вообще без ничего, и мои родственники меня не понимали, моей маме все звонили и говорили, Ира, ты что, все деньги, которые были, потом пускай не обращается, да, и много-много-много я всего слышала, второй момент, который я услышала на семинаре, это то, что нужно иметь команду, я призываю новичков, не нужно долго учиться в этом бизнесе, нужно просто брать и приглашать людей, рассказывать им, мне говорят, где ты ищешь людей, я ищу людей, которые, как говорят, голодные, потому что в сегодняшний момент работают только голодные, все хотят иметь деньги, все хотят хорошо жить и иметь свободу, у кого не спроси, вопрос, наверное, внутреннего желания изменить свою жизнь, научиться мечтать и верить в то, что и осуществить эту мечту можно, да, и верить, конечно, в компанию, с которой работаешь, я когда-то дала себе вот эту установку, я не хочу ездить одна на семинар, я тоже хочу иметь команду, я, может быть, не до конца понимала еще тогда, зачем мне это нужно, но я решила и я это сделала, и на сегодняшний день у меня очень большая команда, вы ее видели, вот честно признаюсь, это старые слайды, я их не обновляла, вот прям пару фотографий, только кинула каких-то новых, чтобы было видно, когда мне 20 лет, а когда мне 34 года, и у меня большая команда, многие из этих людей, уже директора, кто-то, вы видите Катю Андрееву, там, наверное, ее золотым поздравляют, директором, через пару дней, ее мы будем поздравлять с Апфировым директором, вы видите, тут вот девушку 1000 долларов в черном платье, Наташа Сабынина, она выступала на Wellness недавно, вот ее директором поздравляли, сейчас она старший директор уже, ну и много-много-много других здесь людей, вы видите на слайдах, вот такая у меня большая команда, с которой мы не только сейчас работаем, мы еще веселимся, мы создаем корпоративы новогодние, праздничные, конечно же мы делаем какие-то свои клубы, свои сообщества, какие-то рабочие моменты у нас присутствуют вместе, на самом деле у меня автономный бизнес, очень этим горжусь, потому что все мои лидеры умные, работающие самостоятельно, я в них верю, что результат у них будет очень большой, мы не только с командой, кстати, учимся, обучаемся и развлекаемся, мы еще занимаемся йогой, мы ездим в Вигелиоса, кто был в Вигелиоса вместе с нами, точнее мы были с вами, простите, нас пригласили, всем большой привет, очень с вами, очень рада была, что с вами оказалась в одном автобусе, поняла, что мы с вами действительно просто очень похожи, потому что у нас одно видение, одни чувства, одни страсти, ценности в компании Рифлэм, это круто, мы друг друга учим кататься на роликах, ходить на ск... Короче, мы просто дружим, мы действительно умеем общаться, в бизнесе тоже, не только в бизнесе, но и в жизни. Дальше, что я услышала на том семинаре, который дал большой толчок, сегодня это все еще во мне, что нужно обучаться, что нужно стать профессионалом, потому что в бизнесе, в любом любитель зарабатывает, как любитель, а профессионал, как профессионал. И когда сегодня меня спрашивают, Аня, почему ты выходишь, там, не важно, с каталогом, либо проводишь скайп-беседу, либо ты общаешься на офисе, и у тебя, там, из десяти, там, например, пять регистраций, а у тебя два, я говорю, спроси, сколько раз ты выехал на семинар, когда я тебя звала. Спроси сама у себя, сколько ты книг прочитала. Кто-то скажет, нету времени, неправда, у всех у нас есть время, у меня так же, как и у всех, я мама, и уже я все это рассказала, и мама, и жена, и бизнес-леди, да, и менеджер СПО, и все это со мной, и во мне, и поэтому я все успеваю, вопрос, как говорят, всегда люди, которые читают книги, будут управлять людьми, которые смотрят телевизор, это действительно так, просто загляни в себя, что знаешь ты, если вы давно в этом бизнесе, спроси себя, простите за такой жаргон, не тошнит ли тебя сама, от того, что ты одно и то же говоришь, да, развиваешься ли ты дальше, идешь ли ты дальше, я сейчас вам покажу одно видео, я постараюсь приключить его, потом, дальше слайды, уже очень давно этой комнатой не пользовалась, я покажу вам одно видео, может быть, кто-то из вас его видел, кто-то смотрел, но это про обучение, кто-то сейчас, возможно, узнает себя в этом, либо своих людей, вот я, когда мне говорят, когда я куда-то зову, мне говорят, Ань, дорого, Аня, ну сейчас, или я еще не готова, ой, а я еще не заработала денег, или у меня нет денег на мероприятие, я вот показываю просто вот это видео, как обычно происходит, когда мы собираемся на какое-то обучение, и зовем в свою команду, ну и немножечко вам такой разрядки между моим выступлением и, ой, не нажимаю, ну и юмора. Субтитры сделал DimaTorzok отец, в этой компании, даже Виктор Степанович, мне надо, так я за тренировку лежал, и я побежал, так все, сейчас собираюсь, собирайся и едем, а что так делать, а заходи, а какая-нибудь разница, надо отчуществить, а что так делать будет, а ну а мяч можно взять, да можно, ага, А-2 можно? Да можно, бери. А-3, А-4, А-5, А-2 можно? Да можно, бери. А-3, А-4, А-5, А-4. Случайний пакет. Ну что, кто узнал себя? Знакомы ли вам эта ситуация? Очень часто так происходит у нас с вами, когда мы зовем команду. Мы же слышим то же самое. Дайте обратную связь, поняли ли вы это видео, о чем я говорю. Это действительно так. Я когда показываю, вот я когда слышу реально, у меня на телефоне есть это видео, когда я вот слышу в конце, что я никуда не еду, да, или я не иду, я сразу показываю это видео, и все все понимают прекрасно, и как правило через несколько дней они отзваниваются и говорят, все, Ань, да, я понял, я еду, я везу команду и так далее. Поэтому действительно в этом бизнесе очень нужно быть профессионалом, нужно учиться успешных, учиться людей, не просто ходить на офис, да, и пить чай на офисе, и слушать краем, как работает успешный человек, а брать эту информацию и действовать. Я не пропускаю ни одного мероприятия, куда меня зовут. Ну, бывает только очень. Один раз моя компания Reflame, это говорила от саммита, когда я родила Сашеньку, ей был месяц, они говорят, Ань, давай ты все-таки посидишь дома. Я не пропустила ни один саммит будущих президентов, я на всех мероприятиях, я куда спонсор, туда я. Я везде и всегда должна знать, мне потом стыдно будет у своих же директоров узнавать информацию, я терпеть не могу, когда кто-то о чем-то говорит, а я не понимаю, про что вы. Поэтому я стараюсь быть везде, я стараюсь и посещать все мероприятия, всегда беру мероприятия не только информацию, но и все организаторские какие-то возможности. Стараюсь внедрить это и проводить самостоятельно, приглашать команду, приглашать компанию к нам на мероприятие. Мы стараемся делать это тоже на высоком уровне. Вот, кстати, последняя фотография, это буквально в воскресенье сделанная фотография, мы были на выездном семинаре, который организовывали наши спонсоры. Это был под Минском, отель Форум, пятизвездочный, по-моему, даже отель, там мы обучались, у нас был тренинг, туда мы везли команду свою, у нас было достаточно много. И из Бреста тоже было много, поэтому везде и всюду, хотя обучение это стоило для людей, для нас всех около 100 долларов нам обошлось это обучение за два дня. Но то, что мы услышали, что получили, и туда, кстати, поехали и трех, и шести процентники, поэтому неправда, что у людей нет денег, если нет цели, да, деньги есть. Все вопрос цели. Ну, такой хороший вопрос у меня к вам, да, что успех это все-таки результат ежедневно повторяемых действий, и каждый день нужно задавать себе вопрос, что ты сделал сегодня. Очень часто, я уверена, и у вас так бывает, когда вы собираетесь на офисе, вроде бы приехали работать, а потом понимаете в конце дня, что вы просто выпили очень много чая. Есть такое? Скажите. Вот здесь нужно понимать, что есть люди, которые просто воруют наше время. Если у человека нет мечты, нет не мечты, если у вас нет цели, вы позволите каждый раз, когда вы будете браться за какое-то дело, будет заходить человек и говорить, а давайте попьем чай, а давайте, да, и вы начинаете пить чай. Вот в этот момент вас просто проверяет вселенная, да, а ты вообще ради чего в этом бизнесе, ради каких целей и ради каких достижений. Поэтому не позволяйте людям воровать ваши деньги, не позволяйте людям воровать ваше время, да, по-другому можно сказать так. Поэтому молодцы, умнички, если все работаете по плану, значит у вас есть цель, значит правильная атмосфера в офисе, значит у вас есть свои, скажем так, мечты, ради которых вы двигаетесь вперед, это очень здорово, потому что зачастую, как правило, все равно в нашей жизни появляются люди, которые пускай не на офисе, но они отвлекают, да. Это какой-то звонок, просто поболтать какой-то маме, которая сидит в декретном и ей скучно. Так вот, нужно ли было, надо ли было так рисковать в этом бизнесе, да, нужно было через это все пройти? Нужно было, потому что сегодня моего мужа, ну это вот просто картинка, на самом деле у него двухэтажный большой гараж, мы продали тогда квадрат, там гараж где-то квадратов 35, да, сегодня у него в общем, в общей силе 86 квадратов гараж, оборудованный полностью, там можно жить. У нас большая квартира, мы на тот момент, когда я это все вкладывала в офис, мы жили на съемной квартире, мы не покупали себе, поэтому на сегодняшний день у нас по меркам Бреста достаточно большая квартира, у меня квартира 100 квадратов с хорошим ремонтом. И вот видите, мой Volkswagen уже это 84 года, это мой личный автомобиль, я на нем езжу, горжусь тем, что заработала все деньги в компании Reflame, все, что у меня есть, все это заработало благодаря компании Reflame, и не только это, не только это финансовые выплаты, которые мы получаем от компании. Конечно, я с компанией Reflame очень много выезжала за границу, конечно же, эти золотые конференции, которые можно приравнивать к бонусам, которые нам выплачивает компания, то, как мы отдыхаем, вот, вообще я очень, ну, фотографии, да, кажется, столько уже этих фотографий, иногда даже не можешь вспомнить, вообще, в каком городе и где это было, и в каком там хочется и это платится, да, где-то показать, и вот здесь вот красиво, и вот тут вот прям видна энергетика такая, какая она здоровая, классная, много посетила, много видела, у нас дома даже есть стена, где мы посетили какие страны благодаря компании Reflame, и которые, вообще все страны я посетила благодаря компании Reflame, потому что даже если я летала отдыхать с семьей, это все равно были на деньги, заработанные в компании. Вот так вот, пару фотографий вам не обновила, вот, последняя фотография, которую я обновила, это вот мы с супругом были на мероприятии, и сразу же был вечером банкет, очень много фотографий, все хочется показать, иногда я смотрю фотографии своих друзей, которые мне показывают, там, день рождения, юбилей, там, день рождения, там, не знаю, свекрови, и я обращаю внимание, что я иногда не улавливаю, вообще человек меняется, ну, мне кажется, это все одно и то же, оказывается, много лет прошло, то есть одно и то же платье, одно и тот же ресторан, то есть в жизни многих моих друзей и знакомых ничего не меняется, но при этом, когда ты им говоришь, что пошли работать в Reflame, уже поздно, то есть если тогда еще было, это не мое, да, то они говорят, Ань, ты уже там, ты уже давно, поэтому это абсолютно бред, это вы сами знаете, что далеко не так, что сегодня в Reflame зарабатывать деньги намного легче. Почему люди регистрируются в Reflame, почему люди идут, и у кого-то группы растут, у кого-то падают, кто-то плачет, кто-то улыбается, почему кто-то прет как танк, независимо ни от чего, а кто-то просто ожидает, когда его придут спасать армия, потому что ты не горишь сам внутри. Для того, чтобы зажечь других, нужно гореть самому внутри, нужно иметь определенную цель, нужно действительно жажду, просто как воздуха, хотеть достигать этих целей. Вообще, есть хорошая притча, может быть, на ней я и буду заканчивать, вообще, что такое цели, и вот как я вижу, как нужно добиваться цели, как нужно выращивать новые группы, новые структуры и новых, растить менеджеров. Нужно отнестись очень серьезно к постановке вот этой цели и охранять эту свою мечту. Есть хорошая притча, вы, может быть, ее все знаете, но я расскажу, когда пришел ученик к мудрецу и говорит о том, что как научи меня добиваться целей, научи меня достигать этих целей. Мудрец сказал, да, хорошо, а у него потрясающий замок, два-три этажа с красивыми витражами, картинами, мебелью. Он говорит, ты знаешь, что у меня к тебе просьба, занеси, пожалуйста, там на шестой этаж капельку масла в ложечке. И что он сделал? И когда этот ученик нес в ложечке вот это вот масло, ему очень сильно хотелось посмотреть и на шикарные картины, и на эту мебель, и на эти витражи. И каждый раз, когда он поднимал глаза, да, и рассматривал это все, конечно же, ложечка переворачивалась, и он терял по вот этой вот капельке. У него не получилось до конца, конечно, донести это масло. Когда он вернулся, и вернулся намного позже, мудрец сказал о том, что если бы ты не отвлекался на другие дела, если бы твоей целью было донести это масло, если бы ты не рассматривал картину, не останавливался, не терял вот на ненужные вещи, у тебя была бы возможность пройтись потом, потом, после достижения цели, рассмотреть и насладиться этими красками. Но ты эту возможность упустил. Вы знаете, вот я так и отношусь тоже к тому, что цель, она должна быть такой сконцентрированной, что вот пока несешь в ложке эту каплю масла, никуда, ни шаг ни вправо, ни влево, и действительно, добившись результата, добившись назначенного пункта, да, вот Данис выложил эту капельку с маслом, у тебя появится потом возможность наслаждаться теми красотами, которые вокруг тебя происходят, и те, которые ты можешь наслаждаться этой жизнью. Не знаю, очень хочется закончить вовремя вебинар, насколько я была вам полезна сегодня, поделила, моя история дала ли вам какие-то идеи, возможно, кого-то вдохновила на какой-то результат, очень старалась быть для вас полезной. Если, как быстро появились первые настоящие партнеры, ага, вопрос-ответы, здорово, как быстро появились. В течение трех месяцев у меня были попытки пригласить своих знакомых, никто не соглашался. В течение трех первых месяцев, пока я работала в Арифлеем, целенаправленно искала, рекрутировала, а так как моих спонсоров еще не было вообще рядом, и я все делала сама в Бресте, то только через три месяца работы моя лучшая подруга, которую я с детства знала, она жила подо мной, согласилась зарегистрироваться в Арифлеем. Сделала свой первый заказ на 99 баллов, и больше ее никто в Арифлеем не видел. А дальше, после семинара именно, когда я уехала на семинар, я приехала и стала создавать команду. И вот там уже, в этой команде, прибавляться стало настолько много, то есть я зарегистрировала, ко мне пошли. Вообще очень часто происходит так, что ко мне люди приходят сами, открывают описи, заходят. Самые мои вот лидеры сильнейшие, это не знакомые, не родственники, это люди с холодного рынка. Только сейчас, в последнее время, стали присоединяться близкие, и я просто сделала вывод, что, наверное, нефть надо доставать, золото. Я их уговорила, что нужно брать со мной лопату и копать, а не искать где-то на стороне. Условия сейчас в жизни такие, что многие приходят в бизнес Арифлеем сами. Может быть, есть еще какие-то вопросы? Я очень рада была быть сегодня с вами, хотелось быть полезной. Жаль, что вы меня не видите, но я постаралась вам передать эту энергию. Уже ноутбук совсем рядом со мной, потому что я прям вся внутри вас. Рада буду видеть на общих мероприятиях. Я думаю, мы увидимся с вами на конференциях. Я всем вам рекомендую. Сегодня последний каталог, 14-й, когда можно квалифицироваться на Болгарию. Не последний каталог, да, когда мы можем с вами встретиться на лайнере, на золотой конференции. Я безумно рада буду тому, если я где-нибудь появлюсь, и кто-то после этого вебинара подойдет и скажет, Аня, я повысил квалификацию, Аня, я вырос еще, у меня появился бизнес-партнер, и я к этому, если буду немножечко хотя бы причастна к сегодняшним нашим вебинарам. Ну что, будем прощаться или говорить до свидания друг другу. Большое вам спасибо, что вы были здесь и сейчас. Рада была для вас быть полезной. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин